Девушки отдыхают Межпланетные путешествия для нас — обычное дело Но в этом году на экраны вышел фильм одной весовой категории с голливудскими космическими блокбастерами Серьезным бюджетом, звездным кастингом и Тимуром Бекмамбетовым Но не смог собладать в прокате с восьмой частью осточертевшего боевика про тачки Да что ж все через жопу-то Кто сказал, что будет легко? Возможно из-за самой грустной промо-компании в истории Время первых Будем считать, что вам не пофартило Перенеситесь во времена, когда трава была зеленее Плутон был планетой А ракеты еще не освещали перед запуском Узнайте историю Алексея Леонова Первого человека, который вышел в открытый космос Приступить к выходу Замечательно выходит И тут же начал его засирать Снял крышку А куда ее? Да пусть там выброси ее Понял Убрасываю Астроном натошит космос Доктора Стоуна натошит космос Но как и в любом нормальном боевике До самого интересного нужно дотерпеть Через детали космической подготовки Подробности личной жизни и флешбеки из детства Где маленький мальчик куда-то падает Видит летающих существ И решает стать героем Я испытывал похожие ощущения Но это было гораздо сильнее Приготовьтесь к советскому Бро-Муви Я с тобой никуда не полечу Если лететь, то с тобой Сейчас куда? К сожалению, нам пришлось вырезать всю историю их отношений Для того, чтобы хватило больше места для кадров с приборами Но для фанатов Броманца Есть сцена, как братаны брызгаются борщом Борщ? Вместе они проходят через огонь, воду и тесные шлюзы Они так все в норме Но как бы тяжело ни было Не произносят ни одного матерного слова, кроме Бондец в космосу Что это за слово? Кажется, мы стали забывать, как выглядят настоящие космонавты Ну, добрый путь Поэтому посмотрите хорошее кино Про хороших людей, которые совершают хорошие поступки И все заканчивается хорошо Как в тех ностальгических сериалах на первом Который любит смотреть ваша бабушка Скоро на первом И единственным отрицательным персонажем в этом теплом ламповом мире Оказывается женщина, которая просто хочет поспать Сейчас же самое интересное, насчет спасательной операции Ничего себе, сейчас спасут Поступила некоторая важная информация Все зло от баб От режиссера Юрия Быкова От режиссера Дмитрия Киселева Не шутит про Дмитрия Киселева Не шутит про Дмитрия Киселева Не шутит От режиссера Дмитрия Киселева Который снял «Елки», «Елки-2», «Елки-3» и тысячи других елок Пока не понял, что необязательно снимать елки Если так любишь снимать елки А, да, смешно. О, и шутки для тебя сложноватые. Я постараюсь шутить попроще. Приготовьтесь увидеть пару действительно страшных моментов. Я же не летал, я вообще летун космический. И реально крутую операторскую работу, благодаря которой красиво выглядит абсолютно всё. Красиво. Земля, космос, советский быт и даже капли пота. Даже слишком красиво. Для тех, кого бомбило от пьяного русского космонавта в Армагеддоне, который чинил свою барахлящую станцию, спустя много лет мы сняли собственный фильм, где русские космонавты пьют и чинят свою барахлящую станцию. В ролях. Первый и ещё первее. Сели так и сидим. Королёв говорит. Ну что, покатаемся на карусе? Вера Прежнева. В покорении космоса. А вы первые. И Савдепфордские жёны. Смотрите в фантастическом 3D советскую историю в голливудской обработке. Как будто Альфонсо Куарон снял корпоративное видео к дню космонавтики. Время первых. Похоже на гравитацию. Для художника похоже. Это самый худший комплимент. И помните, каждый раз, когда вы ставите хорошую оценку фильму «Время первых», где-то плачет режиссёр Роман Каримов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сомпадения не думаю